МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому в актуальной повестке заседания первым пунктом значилась реализация на территории Надымского района ключевых региональных и муниципальных проектов. Начальник Департамента образования Надымского района Людмила Марченко рассказала представителям общественности об образовании детей тундрового населения и жителей национальных сел Надымского района, о ключевых тенденциях кочевого образования и реализации совместного проекта школы-интернаты и детского сада села Ныда «Кочевая школа, детский сад, азбука тундровичка». Особенностью образования в национальных селах является то, что реализуется как в детских садах, так и в школах, этнокультурная модель образования, которая построена на лучших традициях этнопедагогики, этнопсихологии и культуры ненецкого народа. Этот проект успешно набирает обороты с 2013 года. В летний период будет работать кочевая летняя игровая площадка для детей 3-7 лет в трех оленеводческих бригадах Ныдинской тундры. Каждому дошкольнику-тундровику, воспитаннику летней площадки Департамент образования подготовил развивающие дидактические наборы и уложил в рюкзачок тундровичка. Их передали представителям Ныдинской школы-интерната. Мы констатируем, что мы достигли определенных результатов, но мы с оптимизмом смотрим в будущее, окрыленные предстоящими задачами. Внедрение в систему образования новых норм и требований предполагает и укомплектованность кадрами. 20% из общего количества – это молодые специалисты. В ходе заседания членам общественного совета был также рассмотрен вопрос об организации в Ныдинском районе работы с молодыми специалистами. Отмечается положительная динамика еще двух важных показателей в сравнении с 2011 годом. Приток молодых специалистов увеличился почти в пять раз. Отток же их ежегодно уменьшается и позволяет повысить увеличение в достижении такого показателя, как уровень закрепления молодых специалистов в образовательных организациях. Победители регионального конкурса «Новый учитель Ямала» презентовали свои проекты, над реализацией которых они работают в настоящее время. Алексей Захаренко, учитель девятой школы, предложил с помощью интегрированных уроков информатики, как средства метапредметных компетенций учащихся, объединить полученные знания из школьной программы в единую живую цепь, чтобы использовать их в течение всей жизни. А Диана Саитова разработала программу «Приключения в стране Ямали» для учащихся пятых-шестых классов на английском языке. «Ребята знакомят своих англоязычных друзей с жизнью Ямальского севера, его культурой и традициями, а Кейт и Вилли тем временем помогают ребятам выучить английский язык». После обсуждения информации об итогах рейтингования образовательных организаций ЕНАУ, общественным советом было принято решение об утверждении показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций и их руководителей в новой редакции. Кроме того, на заседании были рассмотрены основные положения конкурса «Лучший публичный доклад муниципально-образовательной организации», представлены социально значимые проекты лауреатов конкурса «Лучший орган государственно-общественного управления муниципальной образовательной организации». Итогом районного диалога марафона «Открытость и единство муниципального образовательного пространства» стала пресс-конференция начальника департамента образования Надымского района Людмила Марченко ответила на вопросы представителей муниципальных, региональных и корпоративных средств массовой информации. Истекающий настоящий учебный год действительно для Надымской системы образования был, с одной стороны, и достаточно сложным, и в то же время достаточно продуктивным. Хотя бы возьмем тот момент, что впервые с 2013 года муниципальная система образования работает как единый организационный механизм. Дошкольное и школьное образование вместе с дополнительным. Поэтому в организационном плане у нас происходило очень много таких реструктуризационных изменений. Мы продолжаем работать над внедрением федеральных стандартов в начальной школе и в основной школе. Для этого мы создаем условия кадровые. У нас все учителя в Надымском районе и руководящий состав прошли соответствующие курсы повышения квалификации. Огромное внимание уделяется развитию материально-информационной среды. Конечно, самые большие достижения, которые нас особенно радуют, это достижения наших детей. Вопросы, задаваемые руководителю ведомственного департамента, касались развития муниципальной системы образования, итогов года, грядущей итоговой аттестации выпускников. В Надымском районе организовано 10 пунктов проведения экзамена из 10-2 в городе Надыме. Традиционно это на базе первой школы и на базе девятой школы. В этом году особое внимание, вы этому являетесь свидетелями, уделяется безопасности и прозрачности проведения экзаменационной кампании. Все пункты проведения экзаменов, аудитории, комнаты, где происходит распечатка материалов, отправка материалов, оборудованы видеокамерами. Приобретены ручные металлодетекторы для того, чтобы обеспечивать пропускной режим и сократить до минимума, практически прекратить те условия, при которых можно пронести сотовые. Наличие сотового телефона является нарушением, об этом мы с вами знаем на протяжении всех лет. Это правило не меняется и его наличие является основанием для удаления с пункта проведения экзамена. Поэтому вот такие меры серьезной технической безопасности, ну кроме этого еще стоят устройства глушения телефонного сигнала. Во всех пунктах они на сегодняшний день выполнены в стопроцентном объеме. Акты готовности пунктов проведения экзаменов у нас подписаны. В ходе диалога поднимали темы о возможности изменения режима работы образовательных учреждений, профориентации и очередности в дошкольные учреждения. Очередность у нас в Надымском районе сохраняется, но имеет положительную динамику. К примеру, на май 2013 года у нас в очереди было 1633 ребенка. Возраст считается от нуля до семи лет. И очереди у нас не было на май прошлого года для возраста 5-7 лет. На август 2013 года у нас в очереди было 1527. На 1 января 2014 года очередь составляла 1800. Это говорит о том, о позитивных процессах у нас рождения детей. Но администрация и департамент образования совместно с подведомственными детскими садами принимают очень интенсивные системные меры по сокращению очередности. И на 1 сентября 2013 года у нас в Надымском районе ликвидирована очередь для детей возраста 3-7 лет. Я говорила, на май месяц 5-7 лет, на сентябре 3-7 лет. То есть дети, если появляются дети в Надымском районе данного возраста, то они сразу получают место в образовательном учреждении, в детском саду. В департаменте приняты все меры для того, чтобы очередность сокращалась. На сегодняшний момент, на 1 мая очередь в детские сады в Надымском районе составляет 1019 человек. Мы видим, с 1800 мы ее снизили. Причем это все дети в возрасте до 3 лет. И 93% это дети возраста от 1,5 и до 3 лет. Мы дальше продолжаем работать по обеспечению условий. Работаем с населением по открытию семейных групп. Ведем разъяснительную работу. Но вот пока несколько человек заявились, но окончательного решения не приняли. И также есть такой прием, который называется уплотнение групп по фактическому посещению. Поэтому за счет уплотнения мы тоже смогли 44 места дополнительных создать. Юдмила Марченко также ответила на вопросы об организации летнего отдыха детей, в частности, остающихся на летние каникулы в Надымском районе, профориентационной работе и профильного обучения, а также патриотическом воспитании юных надымчан. Данная тема, она очень актуальна. Она актуальна для нашей страны, она актуальна для всех. Вопросы воспитания, в том числе патриотического, гражданского, они актуальны для любого общества. Если мы с вами вместе будем пренебрегать этими вопросами, то нужно уже сейчас задавать себе вопрос о своем будущем. Надымская система образования, несмотря даже на бурные 90-е годы, когда все менялось, все отторгалось, пересматривалось, мы, двигаясь вперед и нарабатывая новые формы, методы работы, новое содержание, мы оставались верными тем традициям, которые выверены поколениями. Это патриотическое воспитание. И воспитание как система, которая по всей стране, ну, будем говорить так, расшатывалась, разрушалась, именно в Надымском районе она сохранялась. И в школах, и в детских садах. И патриотическое, гражданское воспитание – это одно из ведущих направлений, которому мы уделяем внимание. Вы знаете, что в Надымском районе и в школах, и в детских садах есть такая особенность – это музеи, это музейная педагогика, это отряды, отряды волонтеров, поисковиков и так далее. Это уважение нашим надымчанам, которые на разных этапах своей жизни участвовали в боевых действиях. Это взаимоуважение между людьми различных конфессий, национальностей. И мы эту работу будем продолжать. Она и была одной из основной, и такой она и останется. И вместе, не только образовательные учреждения, я хочу выразить нашу мысль педагогического сообщества, что только в тесном сотрудничестве с семьей и гражданским обществом мы с вами будем успешны в деле гражданско-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Руководитель районного образовательного департамента также обозначила основные итоги 2003-2014 учебного года и задачи, которые стоят перед муниципальной системой образования в следующем учебном году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова